Поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны! Доброе праздничное утро, Осетия! С праздником победы в Великой Отечественной войне! В эту самую минуту на телеканале Осетия стартует марафон победы, посвященный годовщине победы 77-й, годовщине победы в Великой Отечественной войне. И мы находимся в самом центре Владикавказа, на Площади Свобода. По традиции празднования 9 мая всегда сопровождается торжественным парадом. К нему готовились несколько недель, и каждый год это всегда захватывающее действие для зрителей, которые пришли сегодня посмотреть на него. Сегодня погода нас радует, несмотря на то, что немного прохладно, но светит солнце. Парад состоится и шествие Бессмертного полка при любой погоде. И в Бессмертном полку будут участвовать дети, внуки, правнуки, те, кто воевал и приближал сегодняшний день, сегодняшний праздник. Там находится наша коллега Валерия Козаева, и мы дадим ей слово немного позже. Да, шествие Бессмертного полка последние два года проходило в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. В этом году, наконец, оно пройдет традиционно. Шествие состоится в оффлайн-режиме. И среди гостей, которые пришли посмотреть и на парады, и поучаствовать в шествии, также есть и ветераны, это самые главные гости в этот праздник. И мы хотим еще раз сказать им большое спасибо. И, наверное, первый гость, председатель Совета ветеранов Республики Казбек Николаевич Фриф. Сегодня у нас... Здравствуйте, Казбек Николаевич, с праздником! Ну что ж, расскажите, что для вас сегодняшний день? Ну, для нас сегодня для всех, наверное, это день победы, великий день, который был завоеван кровью наших старших, трудом неимоверным. Это на плечи нашего старшего поколения легла гигантская тяжесть вот этой страшной, суровой войны. Они выдержали. Сегодня вот такой прекрасный день они подарили нам. Да, прошло 77 лет, значит, многих нет. У нас осталось всего 48 фронтовиков и несколько сотен участников тыловых работ ветеранов Великой Отечественной Трудового Фронта. И мы всегда с благодарностью вспоминаем, вспоминаем их имя и чтим. И я думаю, что мы не должны забывать их, не должны забывать. Они нам оставили героическое наследство, и этому наследству надо соответствовать. Мы должны быть чище, лучше, дружнее и вообще стремиться к лучшей жизни. Вы ведь ребенок послевоенного времени. Как вам тогда жилось? Расскажите. Ну, вы знаете, мы маленькие, когда мы жили под впечатлением Великой Отечественной войны, пацанята. Мы вот ходили по улицам, строились в отряды, там командир взвода, значит, посещали. Говорит, вот там вот с войны пришел офицер, мы приходили к нему домой. Так, дайте нам погоны, там, значит, каждый одевал погоны, у кого майорские, капитанские, золотые. И вот этими отрядами ходили, значит, и, значит, всегда, знаете, ты кем будешь? Я, говорит, буду военным, я, говорю, буду танкистом, я летчиком, там. Вот каждый уже раскрепляю. То есть мы вот росли под впечатлением этой войны великой. И в войну играли там. Кто за немцев играл, никто не хотел за немцев, значит, все хотели за наших быть. Русские не сдаются, это был корона. Как поймают кого-нибудь, так русские не сдаются, там все, в общем, такое было. А это как-то сыграло на вашем жизненном выборе? Ну да, наверное, конечно. У меня отец фронтовик был, он с войны пришел офицером, капитаном. Вот, отца, друзья, значит, родственники, они были, значит, один был командиром полка, вот, дядя Мурат Бегаев, тоже был, значит, полковником. И вот, под впечатлением этого, конечно, мне пришлось в 11 лет поступить в Суворовское училище, наше кавказское краснознаменное, которое я закончил в 66-м году и дальше, значит, продолжил службу. Вот до 2009 года включительно я носил погоны, значит, выполнял кучу мероприятий. То есть у меня получилось так, когда мне было 61 год, я 50 из них был в армии. Вот такой вот случай, казус произошел в моей жизни. И вам никогда не приходилось сожалеть о сделанном выборе? Нет, конечно, нет. Сожалеть нельзя. Зачем сожалеть? Это жизнь наша, дорога. Мы приняли присягу, я горд тем, что я эту присягу держал до конца и до сих пор я ее храню. Вот, общественная работа у меня, нагрузка поставили, предложили, вот, возглавить организацию ветеранскую. Это тоже, как бы, военная работа, понимаете? Потому что там приходят в основном военные, вдовы военных. Не надо вот заниматься проблемами военнослужащих, бывших военных, ветеранов. Вот так. Я не жалею ни о чем абсолютно. Скажите, пожалуйста, сейчас, что бы вы сказали тем солдатам, офицерам, которые исполняют свой воинский долг, защищают нашу Родину? Может быть, пожелали им что-нибудь? Я пожелаю, я что скажу, что, ребята, мы вас всегда помним, мы вас уважаем, мы вас любим, поддерживаем, потому что у нас ни одно не бывает, вот, какое-то массовое мероприятие, чтобы мы не сказали, вот, за вас, за ребят там, чтобы вам, и наш святой Георгий был, и Всевышний вам помогал, значит, держитесь, ребята. А что делать? Мы тоже в свое время прошли много всяких переделок и прочего, значит, на нашу долю попал и Афганистан, и Чернобыль, Южная Осетия, Кавказ, вот, посмотрите, все полыхало. Так что держитесь, ребята, вы наша надежда, мы с любовью всегда. Если надо, мы пойдем вместе с вами. Спасибо большое, Казбек Николаевич. Что же, мгновения остаются до начала парада, поэтому мы, наверное, дадим вам возможность прочувствовать вот эти минуты и атмосферу здесь царящую. Внимание! Говорит Москва! Восьмого мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Уважаемые жители и гости города Владикавказа! 9 мая 1945 года в 0 часов 43 минуты по московскому времени представителями германского верховного командования был подписан акт о безоговорочной капитуляции немецких войск. А в 6 часов утра знаменитый диктор Левитан объявил о полной победе советского народа над гитлеровской Германией. 24 мая 1945 года верховным главнокомандующим Иосифом Виссарионовичем Сталином сразу после разгрома последней группировки немецких войск было подписано решение о проведении парада победы. А 24 июня 1945 года состоялся первый исторический парад войск Красной Армии на Красной площади города Москвы. Военный парад – это дань уважения потомков воинам-победителям, воинам, павшим за свободу и независимость нашей Родины. Прошло 77 лет, и сегодня на площади свободы в парадных расчетах плечом к плечу стоят наиболее отличившиеся военнослужащие соединений воинских частей Владикавказского гарнизона и сотрудники силовых ведомств Республики Северная Осетия Алания. Вознаменование 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне – парад победы! ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. На площадь вносят государственный флаг Российской Федерации, копию знамени победы и знамя вооруженных сил Российской Федерации. Высокое доверие оказано лучшим офицером 58-й ордена Суворова общевойсковой армии. Знаменную группу возглавляет заместитель командира 292-го самокодно-артиллерийского полка капитан Игнатьев Андрей Александрович. В апреле 1945 года в 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, оказавшейся первой в центре Берлина, по приказу командующего армии генерал-полковника Кузнецова, из обычного красного материала были изготовлены и вручены стрелковым дивизиям 9 штурмовых флагов по образцу государственного флага СССР. В ходе ожесточенных городских боев красноармейцы 150-й ордена Кутузова 2-й степени Идритской дивизии, сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, первыми ворвались на верхние этажи поверженного Рейхстага и водрузили над ним штурмовой флаг номер 5. Именно этот флаг увековечен в истории как Знамя Победы, официальный символ победы советского народа и его вооруженных сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Знамя Победы является государственной реликвией России. Вольно! Парад! Смирно! И от встречи слева на Кр-у! Командует парадом временно исполняющий обязанности командующего 58-й ордена Суворова общевойсковой армии Полковник Квастенко Игорь Евгеньевич Принимает парад военный комиссар Республики Северная Сеть Аланья Генерал-майор Устинов Владимир Алексеевич Товарищ генерал-майор, войска Владикавказского гарнизона для проведения парада В ознании 77-й годовщины победы Великой Отечественной войны построены Командующий парадом полковник Возденко Командующий парадом полковник Возденко Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас, 77-й годовщины победы Великой Отечественной войне! Поздравляю вас, 77-й годовщины победы Великой Отечественной войны! Поздравляю вас, 77-й годовщины победы Великой Отечественной войне! Поздравляю вас, 78-й годовщины победы Великой Отечественной войне! Ура! Поздравляю вас, 77-й годовщины победы Великой Отечественной войны! Поздравляю вас, 77-й годовщины победы Великой Отечественной войне! Ура! 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 Поздравляю вас, 77-й годовщины победы Великой Отечественной войны! Ура! Ура! Поздравляю вас, 77-й годовщины победы Великой Отечественной войны! Ура! 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 Поздравляю вас, 77-й годовщины победы Великой Отечественной войны! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ герен-майор! Поздравляю вас с 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Северной Осетии и города воинской славы Владикавказа. 9 мая – священная дата для истории нашего Отечества. День, утвердивший победу над фашизмом, победу добра над злом. Спустя 77 лет мы говорим о событиях тяжелого военного времени так, будто это было вчера. Это потому, что жива память, не затянулись раны, не угас священный гнев. И не зря. Сегодня, когда нацисты снова поднимают голову, пытаются втоптать в грязь человеческое достоинство, неприкосновенное право на жизнь и свободу, мы вспоминаем о подвиге наших отцов и дедов, о миллионах жизней, отданных за мир без нацизма. И мы не допустим, чтобы эта жертва была напрасной. Мы отстоим интересы нашей Родины, наше прошлое и наше будущее. Мы умеем это делать. Этой науке нас научили страшные годы кровавой войны 1941-1945 года. Этой науке научили нас наши отцы, деды и прадеды. Мы не забыли и не забудем. Дорогие земляки, для нашей Республики день победы особый. Почти 100 тысяч наших соотечественников ушло на фронт. Каждый второй из них не вернулся. Задумайтесь. Каждый второй. И сегодня все меньше тех, кого судьба в те годы уберегла от передовой. Время берет свое, самые стойкие уходят из жизни. И тем более дороги нам те ветераны, которые по-прежнему встрою. Здоровья им и бодрости духа. Вы наша гордость и наша слава. Низкий поклон вам за ваш подвиг. Спасибо тем, кто не жалея себя прибежал победу в тылу. Кого не сломили тяготы войны. Кто выстроил, доказал. Есть на земле сверхлюди. Это те, для кого нет ничего важнее, чем свобода родной страны. Спокойная светлая старость родителей и безоблачное будущее детей. И вечная память тем, кто не пожалел жизни ради победы. Мы помним их. Мы храним каждое имя в своих семьях, в сердцах, в списках павших. Это наша история и часть нас самих. Дорогие друзья, сегодня противостоящие нам силы пытаются переставить исторические акценты, стереть из человеческой памяти подвиг советского народа. Сегодня эти силы делают из карателей или пытаются делать из карателей героев, а из героев, которые защитили свою родину, преступников. Но мы не дадим им это сделать. Великая Отечественная война продолжается и в наши дни. На идеологических фронтах и в тесных окопах нечистоплотной международной политики. Уверен, мы победим. У нас нет права на иной исход. За нами только Родина и наше завтра, но и наша светлая память о наших отцах, дедах и прадедах. С праздником вас, дорогие земляки! 77-й годовщиной Великой Победы! И вспомним те слова, которые были сказаны 77 лет назад. Наше дело правое! Мы победим! Ура! 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 Ура маршу, воротно, на одного линейной дистанции, рота барабанщиков прямо, остальные на право, на плечо, равнение на право, с шагом марш! Открывает парад сводная группа барабанщиков-воспитанников учебного курса шестых классов Северокавказского Суворовского военного училища. Группу возглавляет воспитатель подполковник запаса Головин Андрей Валентинович. Парадный строй возглавляет знаменная группа государственного флага Российской Федерации, копии Знамени Победы и Знамени Вооруженных Сил Российской Федерации. Знаменную группу сопровождает рота почетного караула в форме трех видов вооруженных сил – сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота. Участвовать в параде победы в составе роты почетного караула – это большая честь для каждого военнослужащего. В форме времен Великой Отечественной войны торжественным маршем по площади свободы проходят военнослужащие 19-й Воронежско-Шумлинской Краснознаменные Орденов Суворова и Трудового Красного Знамени Мотострелковой дивизии. Парад продолжает парадный сводный расчет женщин-военнослужащих 58-й Ордена Суворова Общевойсковой Армии. Возглавляет расчет заместитель начальника штаба отдельного батальона материального обеспечения 19-й мотострелковой дивизии капитан Резникова Евгения Сергеевна. На площади парадный расчет 74-го отдельного радиотехнического полка особого назначения. Возглавляет знаменную группу командир полка подполковник Медведев Сергей Геннадьевич. Парад продолжает парадный расчет 100-й отдельной бригады разведки. Возглавляет знаменную группу заместитель командира бригады подполковник Семенов Александр Валерьянович. На площади парадный расчет Министерства внутренних дел по Республике Северной Осетии Алания. Возглавляет парадный расчет заместитель начальника информационного центра МВД по Республике Северной Осетии Алания полковник внутреннего службы Корень Дмитрий Иванович. На площади парадный расчет Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям по Республике Северной Осетии Алания. Возглавляет парадный расчет первый заместитель начальника Главного управления МЧС по Республике Северной Осетии Алания полковник внутренней службы Иванов Николай Николаевич. По площади проходит парадный расчет военного учебного центра при Северо-Осетинском государственном университете имени Костахи Тагурова. Возглавляет знаменную группу начальник военного учебного центра полковник Дробышев Валерий Ильич. По площади проходит парадный расчет прославленного Северокавказского Суворовского военного училища. Возглавляет парадный расчет начальник училища полковник Тавитов Руслан Сергеевич. 60 выпускников учебного заведения удостоены звания Героя Советского Союза. 7 стали героями Российской Федерации. Завершает прохождение пеших колонн сводный парадный расчет юно-армейского отряда средних общеобразовательных школ номер 22 и 44 города Владикавказа. Юно-армейцы – это будущие защитники Отечества, наследники славных традиций современной российской армии. На смену пешим колоннам на площадь выдвигаются образцы военной и специальной техники Вооруженных сил России. Право открыть прохождение механизированной колонны предоставляется УАЗу «Патриот» с копией знамени Победы. Продолжает движение механизированной колонны боевые машины пехоты. ПМП-3 вооружена 100-мм орудием со спаренной 30-мм скорострельной пушкой. ПМП-3 является хорошо вооруженной и самой бронированной машиной в своем роде. Машина может без подготовки преодолевать реки, озера и даже моря. Следом по площади продолжает движение ПТР-82А мотострелкового батальона 19-й Воронежско-Шумлинской краснознаменной орденов Суворова и Трудового красного знамени мотострелковой дивизии. В качестве вооружения использована 30-мм скорострельная пушка, спаренная с пулеметом. Парад продолжают воины-зенитчики на ПТР-82А с расчетом ПЗРК в руках военнослужащих переносной зенитный ракетный комплекс «Игла», который предназначен для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях воздействия тепловых помех. Уже по традиции в парадных расчетах на Площади Свободы оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» 12-й ракетной бригады. В мире аналогов этому оружию нет. Основное назначение комплекса уничтожение систем противовоздушной и противоракетной обороны противника. На марше в парадном расчете проходят реактивные системы залпового огня «Ураган» 291-й артиллерийской бригады. Калибр реактивной системы 220 мм. Боекомплект 16 снарядов. Продолжает прохождение механизированной колонны минометная батарея мотострелкового батальона 19-й Воронежско-Шумлинской краснознаменной орденов Суворова и Трудового красного знамени мотострелковой дивизии. Расчет комплекса – 5 человек. Обладает возможностью стрельбы практически всеми типами мин калибра 120 мм. Миномет 2Б-11 входит в состав минометного комплекса 2С-12 «Сани» и является потомком полкового миномета образца 1943 года. На площади специальная техника военной комендатуры и автомобильной инспекции Владикавказского гарнизона, а также учебного центра военной полиции. В настоящее время подразделения военной полиции успешно выполняют миротворческие миссии в Сирийской Арабской Республике в зоне вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Осуществляют охрану важных объектов Министерства обороны Российской Федерации. Совершает парад выступление сводного военного оркестра Владикавказского гарнизона, возглавляемого военным дирижером капитаном Апалько Вячеславом Сергеевичем. Победа, 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 Мы все прошли Через пламя и ны Погибшим Слава и слава живы Победа, Победа, Мы верили, Мы стали победить Победа, 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 П Субтитры создавал DimaTorzok